сухра приветствую вас приветствую полтора года не давали обстоятельства магомеду победить и вот наконец он победил какое чувство сейчас вообще какое облегчение да хорошие чувства конечно когда побеждаешь какие чувства все отлично как отметились куда поехали да обычно мы никак не отмечаем на поехали покушали все плотно покушали кто-то пил напитки которые долгое время не пил да вот сухра вы магомеда знаете много лет вы можете сказать что вы узнаете на сто процентов или есть какие тайнички которые вот вы не можете зайти у каждого если на свои тайнички не знаю может наверное у него тоже есть свои вот магомед на пресс-конференции сказал что он мог бы забороть дроне но решил дать зрелище это вообще было согласовано с командой или только на стойку настраивались нет мы не настраивались только на стойку мы планировали бороться тоже все начинается всегда со стойки да поэтому магомеда хорошая стойка он с любым может поработать в стойке если вы если бы были бы какие-то непредвиденные обстоятельства там волкер бы начал бы перебивать прям стойки я думаю магомед бы перевел вот первый бой длился совсем недолго была какая-то информация которая вам способствовала чуть изменить гейн-план по своим первым разом нет и сам и в первом бою была задача быть более таким осторожным почему потому что он выбрасывает непонятные удары с разных углов поэтому была задача быть максимально сконцентрированным конечно соперники так ничего нового не было да во втором бою тоже та же самая задача была вот он заряжал все время этот бэкфист с вращением вас это смутило ну как бы да мы знали что он бьет так мы знали что он бьет бэкфист магомед был как комок да видел да удар уже особо не пропустил рука была постоянно поднята нормально это тоже отрабатывали это тоже раз таки на спаррингах сухараб меня знаете что удивило как они ожесточены друг друга по ногам лупили вот раунд мы же видели бою с блаховичем что у магомеда там небольшие проблемы за этих ударов был но здесь он щиты ставил но принципе иногда залетало вас не беспокоило что вот может повториться ситуация как с блаховичем ну мы после боя с блаховичем начали больше отрабатывать этот аспект вот именно такая тайская работа щит удар удар щит начали больше ставить щиты да поэтому магомед был готов к этому и вот наверное главная проблема о которой вы говорили после боя с блаховичем что никак не можете заставить магомеда драться более агрессивно уверенно и по ходу этого боя мы слышали подсказку по увереннее посмелей все-таки здесь произошел какой-то сдвиг или по-прежнему магомеду можно еще драться агрессивно думаю не то чтобы агрессивнее более увереннее да да вот мне кажется чуть не хватает где-то вот в начале боя этого а после уже когда магомед пристреляется хорошо у него есть это он начинает хорошо бить хорошо вот это все делать просто в бою с блаховичем были кое-какие проблемы со здоровьем да мы на самом деле мы не были готовы к этому бою магомед мог лучше подраться это сто процентов но я думаю он где-то сам себе немного засомневался в том что он где-то в каких-то аспектах может уступить может быть функционально не знаю почему потому что полноценный лагерь мы не не проходили сто процентов поэтому так когда магомед сто процентов готов он вообще на другом уровне может драться увереннее в начале боя это в чем должно проявляться это поддавливать это серийный поддавливать раздергивать более агрессивнее более это постоянно быть всегда самому первым работать да тем более магомед это очень хорошо умеет делать видим вот мы много сейчас отрабатываем удары ногами именно фронт кики хай кики вот эти вот с этого надо было начинать тоже много работать именно с фронт киков заходить так с дистанции чуть почему потому что вот этот соперник такой опасно да и его вот это нестандартность самая опасная то что есть в этом сопернике но была была волки уже была у вас не было никакой неприязни у вас лично сукрап к джонни уокеру за слова особенно что у нас сломает и так далее нет мне наоборот нравятся такие парни но магомед сам скромный парень он не будет лишнего говорить да сейчас он начал говорить немного больше но магомед скромный парень и именно ему нужны такие соперники которые много говорят ярко выражают свои мысли да делают немного шоу как говорится сукрап что вы сказали уокеру вот когда он подошел к магомеду после боя вы сказали что не продолжил это подкол бы или или мы не просто не услышали я не помню что я сказал но просто я помню что волкер подошел как ты меня ударил как на меня вырубил что ты сделал вот это а я не помню то что я сказал мне стало немного смешно просто момент вообще разберемся украп там волкер же бил вроде ногой вот это джеб он выбросил и магомед его придержал немножко за плечо и догнал рукой могли бы со своей быстро сократил дистанцию и дал до справы мы на самом деле отрабатывали этот удар справа но немного в другом ракурсе конечно там самому со сменой стойки там чуть-чуть дистанция конечно была другая но вот это удар справа и мы отрабатывали да получилось да так получилось так он пошел на магомеда магомед пошел на него и вот это столкновение до камней как говорится красивое добивание аперкотом вы такой вообще от магомеда раньше видели в зале как-то как босс просто одним апперкотом добиваются вообще раньше магомед вот если его предыдущие бои там например васа посмотреть там у него вообще хорошее добивание он очень хорошо умеет такой ground and pound как говорится здесь он тоже аккуратно отработал там не было даже немного же жаль локера он прям в нос ему попал видно ему стало очень больно он сразу схватился за нос да а там перелом был или что неизвестно вам не сказали стопроцентно перелом носом почему потому что он пришел с этим кривым носом мне просто смешал пришел и говорит как ты меня вырубил я не помнил что случилось вообще макомед сильно бьет да люди даже может недооценивают насколько он сильно бьет я да он очень сильно может ударить на самом деле я как никто другой это знает постоянно бьет меня по рукам да конечно магомед может очень сильно ударить он работает с тяжеловесами в зале да вот сейчас нам очень сильно помогал тоже вот этот саня волков очень хорошие спарринги были между ними а чем помог волков именно вот вот последний спарринги здесь в штатах мы делали только с волковым он очень нам помог отзывчивый очень был парень именно спаррингах и он именно как-то пытался импровизировать работа как бы как работает волкер также работал там что-то подстраивался на эту работу не помню сейчас точно 3 или 4 спарринга мы точно с ним делали полноценный спарринг 5 раундов по 5 минут все четко то есть магомед с тяжеловесом таким габаритным смотрелся довольно уверенно да 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 очень уверенно а вам вообще интересен этот вес то есть вам интересно подняться будет ну знаете магомед весит не так много на самом деле он весит межсезонье где-то сто четыре сто три килограмма максимум наверное у него было 105 килограмм но я думаю если магомед станет более уверенных уверенным в своих силах он может спокойно подраться и в тяжах тоже не говорю прямо сейчас так сразу с первыми номерами но пятерку я думаю он сможет залезть там принципе если захочет самое главное чтобы желание было сухраб и самый интересный момент смотрите вот магомед сказал что он не против подраться 13 апреля мы помним что месяц рамадан заканчивается 9 он как-то не посчитал в уме ли он действительно готов вот в такой месяц пахать ну функционально он готов принципе да если сейчас там до рамадана его еще подготовить и уже на рамадан можно оттачивать только технику да какие-то тактику что-то там нарабатывать в плане техническом то я думаю сможет подраться но и все конечно же зависит от соперника же кого дадут надо посмотреть а у вас вообще был опыт подготовки в рамадан к серьезным боям с вашими учениками с магомедом ну серьезным боям нет я знаю что один из наших парней готовился не послушал нас подготовился и это ну не так хорошо сказалось но конечно если ты загружаешься в месяц рамадан когда там не кушаешь ничего там и то витаминов не хватает это может плохо сказаться на твоем здоровье так у него и получилось но если дают перейру вы принимаете 13 апреля все зависит от подготовки не знаю все зависит от физического состояния магомеда это надо сейчас посмотреть именно как мы войдем в тренировочный процесс именно вот это а вы куда сейчас с украф вы остаетесь в америке ли вы поедете домой отдохнуть и немножко домой домой мы сейчас поедем будем отдыхать я соскучился по своей семье я хочу домой а как вам вообще сухра перейра как его магомед будет обыгрывать если он вот как сказал хочет в стойке побить у перейры стандартная техника такая школа тайского бокса именно такая короткая дистанция его можно даже на дистанции спокойно обыграть расстрелять у него больше работы такой средней и короткой дистанции поэтому я думаю магомед сможет и магомед сможет с ним поработать но там если вдруг что-то как-то не будет получаться я думаю магомед сразу переведет сухра вот этот был бой с тяга сантосом который видео стало тогда завирусилась когда я почитал 22 раза за полтора раунда сказали переведи его там уже шутили что тренер у нас берге я почитал тяжело было расслышать за полтора раунда по-моему было 22 раза тебе не лень было это считать просто такой экспрессивный момент был вот вдруг магомед опять упрется с перейра не захочет переводить на самом деле для для меня этот бой был очень тяжелый именно психологически почему потому что тяга он много боев выигрывал нокаутом и у него тяжелый удар да и я думал как бы он не попал магомеду а магомед стойки дерется хотя может спокойно его перевести одной рукой я думал что он делает поэтому у меня так напрягче сказать в этом бою у меня чуть голова не лопнула ну перейру и магомед без проблем должен бороться по идее там после одного трикдауна все должно заканчиваться если так по идее да но 93 килограмма в этом бою может случиться все что хочешь надо быть массив максимально сконцентрированным конечно сухрав два последних вопроса смотрите сейчас возвращается вот ракич поезд довольно интересный сильным хотя вот подвержены травмам вы его вообще высоко оцениваете да да он один из лучших сейчас в этом дивизион дивизион один из лучших у него техника есть хорошая и в стойке и в борьбе он может нормальную конкуренцию составить любому имеется ввиду в этом весе 93 килограмма конечно но чуть-чуть такой да если его давить его можно сломать да да он такой кто посильнее сухрав вадим немков или александр ракич сто процентов немков немков это целый булыжник такой весь камень можно сказать как у нас говорят дагестане на крепких ребят это камень реально очень магомед когда с ним дрался это было что-то это для меня тоже такой тяжелый бой но хороший парень в один местный тоже знакомый вадим ников ческать это один из первых номеров в этом весе вообще во всему вы именно в этом месте мировом он первый один из первых номеров там есть там какие-то люди и вот он там вы хотите увидеть или пусть там они не сталкиваться с магомедом пусть свои организации не знаю да это как я я не знаю да говорят что он перешел в те же я как слышал есть такое да да вроде да вроде там со здоровьем проблема да вроде но он большой парень всегда был он даже когда дрался в любителях тогда еще далеком я не помню тринадцатом или четырнадцатом году он тоже немаловесил тогда такой очень крепкий большой был парень для него наверное это сгонка тяжело дается дюбитировал еще один интересный тяж с которым вы работаете шамиль гази которые там то бахрейн представляет по-моему какие вообще у него перспективы очень духовитый парень крепкий конечно нужно поработать над техникой конечно но он может легко зайти в пятерку короткие вот эти сроки он он доказал это он победил человека который четыре боя выдал юси не знаю он тот парень был перед ним как какой-то новичок вообще я не знаю он или испугался или что как там получилось не знаю но не подрался совсем мага этот шамиль он задает темп тоже сразу и может держать этот темп тоже поставить любому конкуренцию спирей уже дрался наш артем вахитов у вас может быть нет идейки привести его в дагестан артема если думал об этом у нас есть там хорошие хорошие спортсмены именно в тайском боксе да я думаю мы сможем найти как бы спарринг партнеров магомена тоже именно в дагестане ну это можно рассмотреть тоже да я не знаю артем до сих пор занимается он в ммэ перешел проиграл один бой сейчас я не знаю какие у него планы надо навести справочки может быть как как говорят американцы maybe да может но в любом случае террера долго не должен задержаться с титулом да по идее надеюсь 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 нам дадут его и мы его конечно поиграем он яркий боец он выиграл там одессанию он выиграл стриклана он яркий боец конечно сразу резко заявил о себе у вас уже поздно да вы сейчас спать наверное 2 20 у вас там по три ночи почти да сейчас будем отдыхать все заслужили все сукра спасибо большое хорошего